Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я продолжу тему банкноты 1000 гривен. И даже покажу вам оригинальную банкноту 1000 гривен. Я раздобыл ее специально для видео. А знаете, что самое интересное? Это банкнота, которой 100 лет. И тому, кто напишет самый забавный анекдот или шутку про деньги, я подарю ее с бесплатной доставкой. Так что пишите комментарии. А еще я покажу банкноту 1000 гривен харьковчанам и гостям города. И мы узнаем, что они думают про нее. И расскажут, что сейчас можно купить за 1000 гривен в Украине. Кстати, розыгрыш серебряной гривны я сделаю уже на этой неделе. Так что обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк видео. Все условия конкурса будут по ссылке в описании к видео. Обязательно посмотрите. У нас планируется новая банкнота. 1000 гривен. Слышали про такое? Нет. Слышали? Вот уже ее напечатали, уже презентовал национальный банк. Вот можете посмотреть. Как вам вообще? Как вы думаете, нужна ли сейчас банкнота в 1000 гривен? Да не помешала бы. Кажется, что легко подделать. Ну, по-перше, это непогано, то, что она вышла, потому что номиналом 1000 гривен. Она, мабуть, нужна была. Вы уже прочитали, да? Кто это? А знаете, кто это такой? Вернадский. Так. Это же очень известный ученый. Ага. По-моему, в области, сейчас скажу, что-то природознавство, биология, что-то такое. Интересно. А как думаете, что это за дядечка? Володимир Вернадский. И у меня в школе, он из-за того, какого там, на входе. Ага. И что вы про него знаете? Сейчас он там с природы был связан. Профессор какой-то, по-любому. Это ученый украинский. Нет. Может, один «Фридомфайтер» или кто-то. «Фридомфайтер»? Вернадский. Ученый, не. Вернадский. Да. Геолог, реколог. Ну, кто это? Кто это? Как вы думаете, кто это? На кого похож? А да, кто это, я не знаю. Не знаете? Он не знает. А как думаете, какая у него могла бы быть профессия? Он как профессор, не знаю. Ну, не знаю. Думает, что он умный просто. Похож на профессора, да? Да, конечно. Знаете кто? Это Вернадский, науковец. Что-то про него знаете? Ну, я чувствую про него и про то, что он дослежения делает в стратегии, и многосфер, и все таки. Ну, сейчас по понятию я не могу все згадать. Ага. Ну, что вы думаете, что... Чу. Это очень видатый ученый. Я думаю, что это достойный человек. Ну, как вам дизайн, например, что думаете про дизайн этой банкноты? Ну, обычный дизайн, ничего не могу сказать. Чего вам не понравится? Да, интересно. Дизайн, да. Боится? Нравится. Хороший дизайн сделан, в принципе, как и у остальных купе, которые сейчас ходят. Достаточно стильный. А вы знаете, что у нас уже была банкнота в тысячу гривень в Украине? Ой, как были у нас и купоны, и чего там, только не было. Еще раньше, еще раньше. А, еще как МНР было? Так. Ну, это же давненько было. Сто роков назад. Сто роков назад. Сейчас вам покажу насправжнюю банкноту. Тысяча гривень. Тысяча гривень 1918 года. Ну, это один из лучших купе мира. Украинская страна. Какой дизайн вам нравится больше? Ну, как по мне, очень большая. То есть неудобная. Это надо, я не знаю, какие иметь кошельки огромные, большие, чтобы поместилась туда эта банкнота. Что за здоровенькая? Ну, не очень таки удобные. Деньги, как деньги, вы знаете. Дизайн в целом неплохой. Это поярчная. У меня есть правильная банкнота, которая 100 лет, это тысяча гривен. О, я ващила. И так убачила. У меня папа есть, папа коллекционировал раньше. Как вам дизайн? Какий удобно больше? Я боюсь, что в карман неудобно больше. Ну так, а это будет величайно. Да. Я не знаю. У тебя нет больше. Это уже больше привычного нам. Ага. Вот как этот дизайн и этот, сравните. Ну, конечно, в новой колючей. Лучше. А где вот вложу? А, это еще большие, да? Да, очень. Вот, как первые гривни появились, подивите, какие там изображения князев наших. Так, они без бородей. Зовсем нет бородей. И банкноты были набагато красивейшие. Зрівняйте 5 гривен Богдан Хмельницкий, как вы брали, и до того, який был Богдан Хмельницкий. Абсолютно две разницы. Две разные люди, так. Две разные люди. А, как мне понравилось? То, что в первом, в 92-м году были. Там больше ценность художня, в первом, в первом пятерце. А там какого-то богмазого изображения. Ну, это не все. Ну, это творение. Кто это делал, как это делал, я не знаю. Это обесценивает нашу грошную систему и какого-то отношения к ней. Люди уже не так и на ней дивляться, ну, и как-то так. То есть, на самом деле, да, как для истории, вот интересно, да, вот посмотреть и все. Но, как в практике, мне кажется, не совсем удобно, потому что, да, вот формат сам, в большом очень. Классно, но меня, в принципе, привлекают древние вещицы, поэтому я поставила в Вилану. Ну, мне нравится больше новое. Просто своей современности. Да, сейчас лучше, разнообразно. Это будет хорошо. Да, это будет хорошо. Да, это будет хорошо. Да, это будет хорошо. Это будет что-то, например, водопроводительное, водорезоводительное. Потому что в Индии также мы также изменили наши ноты от старого до нового. А что сейчас можно купить на 1000 гривен? На самом деле, вот что такое 1000 гривен для вас? 10 килограмм мяса. О, прикольно. Съездить на шашлик. Ну, да. А взагалі, что можно купить зараз на 1000 гривен? Как думаете? Ну, бачите, доллар зараз снизился в цене трошки, пішов на низ. А, ну, не багато. Можно вот купить черевики. Черевики можно купить. Что бы вы купили на 1000 гривен, например? Чтобы было пришло. Черевики можно купить за 1000 гривен. Мало, ну, не знаю, что. Можно как... Можно один день это использовать. Покушать где-то, что-то, или как вот... Ну, покушать... Если мы вчера в кафе сидели, мы платили, ну, трьем. 1300. Ага. Знаете, это за кушать, вода, кальян, вот так. На раз фактически. Да. А что сейчас можно купить, звичайному украинцу, на 1000 гривен? Ну, это зависит от уровня дохода, конечно. Ну, не знаю. У меня, на самом деле, есть маленький братик. И почти всю свою зарплату я, зазвичай, трачу на него. А, может, я бы купила ему какую-то игрушку. А они сейчас... На 1000 гривен. Ну, они сейчас дорогие, если вы не знаете. Не знаю. Они дорогие. Буду знать. Окей. Стекло разбило, стекло поменять. Вещи, продукты. На проезд осталось. Спасибо. Плохие номеры. Реально, ага, платят, супер. Поехать кудись. На 1000 гривен. На 1000 гривен, куда можно доехать? Хорьков. Пару вещей, предметов одежды, наверное. Футболку и джинсы, наверное. Одежда. Шарты. В каком-нибудь масс-маркете дашь что-нибудь продукты, возможно. Где-то если на неделю, например, брать, то как раз пару тысяч, наверное, выходит из нее средства. Да, это будет больше денег. Может быть, это еда для 2 месяца? Да, для нас еда для 2 месяца. Но без фруктов, хотя бы. Потому что если вы покупаете фрукты, то вы не можете делать это для 2 месяца. Это должно быть более 1000. Для фруктов, вы должны получать 1000 гривен за 2 месяца. А в Индии, что я могу купить? Можно купить больше денег. Это около 3000 гривен за 1 месяц. Вы можете потратить? Нет. Может быть, фильм-маркет, 5 раз вы можете посетить в фильм-театре. В Украине? Может быть, по-другому. Может быть, по-другому. Может быть, по-другому. Если мы рассчитываем деньги, то это не очень много. Да. Да. Покушать можно? Да. За сколько? За вечер, за неделю? Да нет. Но если где есть и с кем. Но если в одиночестве, то можно... Ну, я не знаю, на неделю. Смотря что есть. А что еще можно? Да, какой-то набор продуктов можно купить. Понятно, что все такое. На сколько? На день, на два, на неделю, на месяц? Нет. Не смотря что купить, как и воспользовать. Все же таки. Угу. А для вас? Это вот досуг провести выходного дня. На тысячу гривен можно? Да. То есть на выходные одной банкнотки должно хватить? Одной банкнотки. Ну, смотря у кого какие запросы, конечно. Но выходные тысячу гривен я имею в виду, вот, допустим, тот же лесопарк поехать, взять на прокаты велосипеды, три часа покататься, потом зайти что-нибудь покушать. Это здорово. Здоровый образ жизни. И за тысячу гривен два дня можно подряд кататься, отдыхать. Ви так щиро ответили на мои вопросы. Я хочу вам презентовать украинскую монетку ювилейную. Это 10 гривен. Я не знаю, бачили ли вы еще такие монетки, чи нет? Вот такую монетку я хочу вам подаровать. Я дякую. Уже одна такая есть. Будет вам от меня такой щирый подарочек. У меня штук пять маленьких. А это 10 гривен захистники Донецкого аэропорта. А, это Кибер. Кибер. Так, так, так. Это очень. Будет вам такая вот меня подарок. Дякую вам. Я вам дякую. Бывает. Бывает. Счастливо. Спасибо всем, кто посмотрел ролик до конца. Я желаю удачи в розыгрыше. Начинай комментарии с фразы «бабки в шапку» и фортуна и успех всегда будет с тобой. Пока. Дякую. Дякую вам. Заходите на канал. Будет Монета Украина называется. Монета Украина. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Будет в Ютубе на канале Монета Украины. Спасибо. Можете там тоже. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok